130 желающих стать молодежными министрами конкуренции, 8 человек на место. Заявки на участие подали как молодые специалисты, так и студенты вузов. Но лишь для 17 из них по итогам конкурса распахнутся двери областной администрации. Число начинающих чиновников надеется войти Петр Трискин, молодой человек создатель банка. Правда, в сейфах этой структуры хранятся не деньги, а идеи. Детище Петра Трискина – молодежный банк, объединение добровольцев, который привлекает инвесторов для поддержки молодежных инициатив. Этот проект пятикурсник одного из иркутских вузов представил на суд экспертов, отбирающих кандидатов в молодежное правительство. Петр уверен, этот конкурс шанс для молодых людей проявить себя, а членам правительства понять, на что способны подрастающие поколения. Молодежь – это такая категория населения, которая, на мой взгляд, еще не потеряла какого-то огонька в глазах, если хотите, то есть какого-то задора, когда хочется делать, когда хочется действовать, когда хочется мечтать, когда хочется творить. Участники конкурса представили в оргкомитет проекты на разные темы, размышляли, как создать центр экспериментальной отработки инноваций, как помочь инвалидам, как сократить отток молодого населения и не только. Каждый написал о том, что его волнует. Например, Артур Ильченков после поездки на Красноярск экономический форум понял, и Иркутск не должен ни в чем уступать городу-соседу. Красноярск всего на 30 лет старше, чем Иркутск, а на порядок, на голову, можно сказать, выше, и красивее выглядит внешне. А внешность для горожан важна, потому что, как сказать, очень хорошая фраза на Красноярском форуме прозвучала, что в сером городе вряд ли сможет родиться что-то по-настоящему великое. Сегодня эксперты выбрали 44 участника. Они пройдут во второй тур конкурса. Их имена и фамилии в скором времени появятся на сайте Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Эксперты работали очень серьезно. Во все министерства были разосланы проекты. Конкурсная комиссия экспертов составляет более 30 человек. И поэтому сегодня те проекты 44 молодых людей, которые мы отобрали, это действительно проекты, которые могут участвовать в конкурсе и на право быть членом молодежного правительства. Заключительный этап конкурса состоится 7 апреля. Для кандидатов – молодежные министры. Он будет включать в себя собеседование с представителями конкурсной комиссии, презентацию проекта и видеообращение. На первом заседании молодежного правительства будут присутствовать лишь 17 молодых и перспективных. Ирина Капунчик, Николай Крупченко. Новости сей час. Две таких ничего.